Библия И сегодня речь пойдет прежде всего о рукописях Нового Завета, об истории рукописной передачи Нового Завета. Давайте с вами кое-что вспомним сначала. Знаете, что мы говорили с вами вчера о количестве рукописей Нового Завета по сравнению с числом рукописей других произведений древности? Ну что, их больше всего. Их в разы, как нынче принято говорить. Больше, да. Их почти в 10 раз больше. Вчера мы также говорили о рукописях Ветхого Завета. И рукописи Ветхого Завета, в общем-то, тоже больше, чем рукописи других текстов древних. Причем существенно больше. Но не так много, как Нового. Так на чем же основано сохранение рукописей Ветхого Завета? Почему мы можем говорить, что хотя этих рукописей там не 5000, тексту Ветхого Завета мы все же можем доверять? На аккуратности, на точности, на хранении. Да, для Ветхого Завета это было качество, это было качество передачи, качество записи, качество переписывания и бережное отношение к хранению. Они буквально передали точность, они буквально пересчитывали буквы, они буквально пересчитывали страницы. И все должно было быть точно так, как это требуется. И сегодня мы с вами будем говорить о рукописях Нового Завета. В самом начале я попрошу вас, когда вы будете слушать и участвовать в сегодняшнем разговоре, задуматься вот о чем. Вот иногда говорят, что где-то, когда-то какие-то переписчики по собственной линии инициативе, али по указанию сверху, брали и исправляли рукописи так, как им это было угодно. Как можно возразить на такой довод? Что можно по этому поводу сказать? Мне хотелось бы, чтобы сформулировали потом это вы сами. Но для того, чтобы сформулировать, нам сначала надо все-таки поговорить о самих рукописях. Самая ранняя рукопись Нового Завета называется П-52П от слова «папирус». Это даже не название рукописи, а ее номер по классификации. Относится она по разным датировкам к 115, 135, возможно, 137 году. Вот на слайде написано 117, 138. Это маленький кусочек, действительно маленький кусочек уже из тлевшего ветхого папируса, на котором написаны фрагментарно несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Вот 18 глава, с 31 по 33 стихи, и то не все. Но этих фрагментов достаточно, чтобы восстановить. Да, это действительно дословный текст Евангелия от Иоанна. И давайте посмотрим, что здесь происходит. Этот текст найден в Египте, датируется он достаточно точно, достаточно четко. А при этом Евангелие от Иоанна писалось аудиторией в Малой Асии, потому что именно в Малой Азии были церкви, в которых нес служение Иоанн, и к которому обращался Иоанн. Значит, что должно было произойти? Во-первых, рукопись должны были получить в этих церквях, ее должны были там читать, ее должны были там принять, ее должны были там уже начать переписывать. А что ж вы думаете, возьмет церковь Малой Азии и отдаст кому-то еще текст самого Иоанна? Да нет, конечно. Очевидно, что уже была традиция переписывания этого текста, и уже этот текст начал распространяться. Дошел он до Египта. Послать его по электронной почте они не могли. Скачать его с веб-сайта они тоже не могли. Все это требовало времени, и все это требовало убежденности, понимания того, что да, вот этот текст важен, что этот текст есть смысл передавать в руки, из уст в уста, что этот текст есть смысл читать. И вот, собственно говоря, эта находка папируса П-52 подтверждает ту важную мысль, что не просто Евангелие писались уже в середине первого века, и к концу первого века Евангелие были уже написаны, и Новозаветный канон был уже написан. Но также, что эти тексты были приняты очень рано, приняты читателям, приняты аудиторией. Еще в книгах в литературе XIX века, особенно в такой атеистической литературе XIX века, и у не очень подготовленных или не очень честных атеистических авторов начала XX века, мы могли прочитать мысли о том, что Евангелие были написаны во II веке нашей эры. А у некоторых авторов советского периода говорилось даже, что Евангелие писали около 90-го, сотого года нашей эры, то есть конец первого, самого начала второго. Но тогда совершенно непонятно, каким образом рукопись так быстро могла до Египта дойти. Ну, на самом деле, тогда много чего непонятно. Даже непонятные ранние цитаты отцов в церкви, о которых мы говорили. Помните, в 70-е, 80-е годы отцы уже цитируют Новый Завет. Как они его цитируют, если он еще не был написан? А вот иногда возражают скептики, наверное, это была какая-то устная традиция. Ну, простите, устная традиция в принципе живет определенное время, но потом она начинает искажаться, нужно было записывать. И вот именно эта запись и происходит. П52 – это уж никак не устная традиция, это четко. Записанный текст стилем Иоанна. Вот самый ранний папирус. В смысле текста он не имеет особой ценности, потому что эти стихи повторяются во многих-многих-многих других папирусах. Но он имеет значение именно в смысле датировки. Следующие папирусы уже несколько позднее. Вот промежуток со 120-го, 130-го до 250-го года. Папирусов у нас практически нет в это время. Дальше уже вот эти П45, П46, П47 – это уже середина третьего века. Зато в этих папирусах перед нами уже большая часть книг Нового Завета представлена. Там ситуация такая. Это листы, часть листов попорчена. Когда мы говорим, что представлена большая часть книг Нового Завета, имеется в виду не большая часть текста, а, скажем так, есть отрывки из большей части книг. То есть можно предположить с очень большой вероятностью, что если бы эта рукопись сохранилась целиком, то в ней бы были почти все книги Нового Завета. Но поскольку она сохранилась не целиком, почти всех книг в текстовом плане нет, но отрывки, кусочки из почти всех книг у нас имеются. А как объяснить тот факт, что самых ранних рукописей со 120 по 250 годы у нас не осталось? Как объяснить тот факт, что у нас практически почти полтора столетия, 130 лет, рукописями никак не представлены? Какие есть мысли по этому поводу? Преследование. Ну, конечно, преследование, уничтожение этих рукописей, их сжигали в огромном количестве. И есть еще одно объяснение. Кто из вас когда-нибудь слышал про Александрийскую библиотеку? Александрийская библиотека сгорела. Почему ее сожгли? Кто ее сжег, во-первых? Да, сожгли ее арабы, арабские завоеватели. Там был достаточно замечательный такой был предлог, по которому его сожгли. Распоряжение было обосновано так. Значит, в этой библиотеке есть два вида книг. Одни книги согласны с Кораном, а потому не нужны, ну, как в Коране и так все написано, а другие противоречат Корану, а потому они вредны. И вот, соответственно, эту библиотеку нужно сжечь, поскольку книги согласны с Кораном, ну, зачем они надо, они бесполезны, а книги, которые против Корана, они вредны. То есть, по крайней мере, по такой полуисторической побосенке, так оно и было. Ручаться не могу, сам при этом, как вы понимаете, не присутствовал. Но вот гибель Александрийской библиотеки, это момент, с которым мы действительно обязаны разрушению огромного числа рукописей. Сказав это, давайте вспомним, что в Ветхом Завете, даже при всей убережливости, при всей внимательности ветхозаветных переписчиков, у нас не полтора темных столетия, а гораздо больше. У нас несколько столетий, в которых мы не находим ветхозаветных рукописей. То есть, это жалко, это очень жалко. Ну, что ж, такова жизнь, и непреодолимой проблемы в этом нет. А дальше уже начинаются папирусы, в которых все больше и больше материала. В-66, 72, 75. У них у всех есть названия также. Ну, чтобы вас не загружать, я здесь выписал только самые основные. И в 88 на данный момент у нас изменится 88 папирусов Нового Завета. Что можно сказать о папирусах, вообще говоря, целиком, а в целом? Ну, во-первых, папирусы — это самые ценные рукописи Нового Завета, потому что они самые ранние. Их очень мало. Не весь текст Нового Завета в них представлен. Но если папирусы есть, если они сохранились, то потом, решая вопрос о том или ином варианте, текстологическом варианте, мы к папирусам обращаемся. Мы придаем им очень большое значение. Они имеют большой вес. Немножко побольше других рукописей, рукописей другого плана, унциалов, которые писались на коже и пергаменте. Я вчера говорил, но говорил коротко, говорил так бегло. Может быть, все-таки кто-то помнит. Скажите, пожалуйста, унциалы — это что такое? Каким текстом, каким шрифтом они писались? Они писались большими буквами. Они писались большими, причем очень вычерченными, аккуратно вычерченными буквами. А теперь внимательно. Унциалы мы имеем с IV по IX века. Давайте попробуем определиться, почему именно в это время. Почему именно с IV века начинаются рукописи, выписанные большими, аккуратными буквами? После Константина. После Константина. Совершенно верно. Вот, видите, история рукописи, она же неотделима от мировой истории. И, конечно, вот эти лучшие рукописи, которые задают задачи, которых именно сохранит Священное Писание. Будет другой вопрос. Почему они кончаются к IX веку? Почему эти великие унциалы ушли и начинаются минускулы? Отчасти потому, что если в I века задача была сохранить, то после IX века задача уже была просто передать. Рукописи было достаточно. Люди переписывали для себя, переписывали порой торопливо. В теперешние времена этого нет. По крайней мере, я спрашивал у своих детей. Они, в общем-то, не в курсе, что это такое. А в наши времена, вот в наши времена, времена нашей молодости, скажем так, у нас были такие тетрадочки-песенники. И вот туда от руки переписывали песни, переписывали стихи, переписывали какие-то цитаты. Иногда этими тетрадочками обменивались. Что там только не было. И были ситуации, когда нужно было переписать быстро. Вот тебе дали на несколько минут, на, посмотри, а ты быстро-быстро копируешь. Вот примерно то же самое, ну, скажем так, аналогичный процесс происходил в Священном Писании. Но более того, кроме того, там после IX века действительно уже было понимание, что текстов достаточно. А пока с IV по IX века, века эра Унцалов, и они сохранились, опять-таки, гораздо лучше, просто потому, что их не выбрасывали. Их не сжигали, скажем так, нет, их выбрасывали, но их не сжигали. И все же здесь тоже были свои проблемы, потому что к средним векам люди, собственно говоря, уже забыли, что это такое, и забыли, зачем ранние рукописи нужны. Самый авторитетный Унциал это Ватиканский кодекс, кодекс Ватиканус. Да, эти рукописи называются обычно латинскими названиями. Это почти весь Новый Завет и большая часть Ветхого Завета. Интересно, что очень долгое время кодекс Ватиканус нельзя было исследовать. Только в XIX веке католическая церковь разрешила исследование этого текста, потом были сделаны уже в XX веке были сделаны фотокопии этого текста. Разумеется, сейчас он открыт для исследования, но долгое время этот текст считался закрытым, потому что это самый ранний и самый, скажем так, почитаемый католиками список кодекс Нового Завета. Скажу также, что сейчас идет проект очень активный, активно работают над ним, и смысл этого проекта заключается в том, чтобы сфотографировать или сфотокопировать все имеющиеся у нас рукописи Нового Завета и выложить все это для свободного обозрения в интернете. Проект идет весьма-весьма активно. Я понимаю, что для большинства христиан это безразлично. Вы посмотрите, как выглядит ранняя рукопись, получите общее такое представление и все. Но для всякого человека, который серьезно занимается текстом Нового Завета, этот проект просто бесценен. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Пожалуй, самая романтичная история из всего, что касается текстологии Нового Завета. Иногда говорят, текстология наука скучная. Да понимаете, науку скучной делают люди, которые скучно ее представляют. Вот текстология наука интереснейшая на самом деле и полна своих тайн, своих загадок. Вот этот Синайский кодекс совершенно замечательная была история. Фон Тишендорф, граф Фон Тишендорф, немец, живший и работавший в России, в Санкт-Петербурге, человек, который был знаком с Николаем Первым, потом, соответственно, с Александром Вторым, человек, который действительно был близок по царскому престолу, вхож в большие дома, но в высокое общество, что называется. И вот его интересовало исследование древностей и, в частности, исследование библейских текстов. И вот он приезжает на гору Синай в монастырь, предполагая, что, говорят, что он даже не надеялся найти там тексты библейские, он просто хотел посмотреть, побеседовать с монахами, и вот это было такое духовное путешествие, скажем. И вдруг Тишиндорф, человек, разбирающийся в древностях и понимающий толк в древних рукописях, обращает внимание на корзину, в которой у монахов лежит бумага для растопки. Вот бумага, которую они растапливают в печи. И как-то Тишиндорф становится интересно. Необычная эта бумага, это не газета ведомости, а что-то такое монастырское. Он запускает руку в корзину и достает оттуда лист, явно пергамент, причем явно старый, древний пергамент. Тишиндорф поначалу даже не понимал, что он нашел. То есть, он не понимал, что это рукопись середины IV века. Но он понял, что это что-то очень интересное. Он стал спрашивать монахов, и они ему говорят, да тут таких листьев полно. Мы им печкой растапливаем. И Тишиндорф попросил настоятеля монастыря разрешение вот эту бумагу забрать. Даже купить у монастыря. Я у вас куплю бумагу, на эти деньги вы купите что-нибудь другого, чем печки растапливать. Вот это его первое путешествие. Потом он собрал, вывез оттуда, стали эти рукописи исследовать, и выяснилось, что это 340-350-е годы. Тишиндорфу стало интересно. Потом он поехал в монастырь Святой Екатерины снова, и второе его путешествие никаких результатов не дало. Он искал рукописи по монастырским запасникам, ничего найти не удалось. Но к третьему путешествию монахи уже подготовились, по сусекам поскребли, по амбарам помели, и нашли еще достаточно большое количество страниц той же самой рукописи. В результате оказалось, что это древняя рукопись, которая была в монастыре с тех незапамятных времен, но в Средневековье мы привыкли думать о том, что Средневековье и монастыри это такие хранители грамотности, хранители хранилища образованности, монастыри хранители грамотности. В начале Средневековья так было, потом к Возрождению это снова стало, но были моменты, когда эта грамотность ушла, и рукописи были откровенно потеряны. Нам с вами может показаться диким в такое положение дел. Помните, я вчера говорил, что в 1895 году было совершено революционное открытие, нашли тексты на греческом языке первого века нашей эры. Эти тексты ведь тоже нашли в запаснике одной из библиотек, где долго-долго-долго что-то такое лежало, долго лежали книги, рукописи, которые никто не разбирал. А вот когда стали разбирать, в общем-то испытали легкий шок. Так что, друзья мои, дабы не уснули, когда в следующий раз вы будете разбираться у себя на антресоле, в гараже, в шкафу и найдете что-нибудь такое эдакое, что вам казалось давно потерянным, поймите, что вы не одни такие, а в средневековых монастырях и библиотеках случались ситуации, бывали случаи и похитрее. Вот это, собственно, один из них. Синайский кодекс вообще величайший авторитет в области Нового Завета. К сожалению, там не весь текст сохранился. Все-таки эти ребята печечки хорошо потопили. Но, соответственно, сейчас мы им пользуемся для работы. Александрийский кодекс. Весь Ветхий Завет и большая часть Нового Завета. Видите, все позже и позже идет у нас. И Бизанский или кодекс Биза или Безе по-разному это переводят по имени ученого, который этот кодекс нашел. Есть и другие, но основные, то, что называется великими кодексами, я вам уже перечислил. И вот когда в Священном Писании, в сносках или в примечаниях, в комментариях вы находите указание типа «Древнейшие рукописи не содержат этот фрагмент». Это значит, что в ранних кодексах этого фрагмента нет. Не в том плане, что он не сохранился, а в том плане, что, допустим, после окончания седьмой главы Евангелия от Иоанна сразу идет двенадцатый стих восьмой главы. И рассказа о женщине взятых при любодеянии там нет. Или что оканчивается Евангелие от Марка, причем оканчивается оно восьмым стихом шестнадцатой главы, и дальше начинается Евангелие от Луки. То есть по каким-то причинам этих текстов в ранних рукописях нет. По каким причинам, об этом нам еще предстоит поговорить. Это не значит, что эти тексты автоматически становятся недостоверными. Нет, ничего подобного. Просто это значит, что в ранних рукописях они отсутствуют. И вот с девятого по пятнадцатый век начинается веселая эра Минускул. Их много, преимущественно они в Византии, в Греции, и они друг на друг очень похожи. Тексты Минускул между собой совпадают. Это не совсем одинаковый, но практически одинаковый текст. Скажите, пожалуйста, а почему в пятнадцатом веке Минускулы прекращаются? Чем они заменились? Печатью. Печатью, ну конечно, книгопечатание. Все, после пятнадцатого века Минускул уже нет. Их очень много. Они нумеруются, там четырехзначные числа идут. И по поводу Минускул необходимо сказать вот что. Да, они ценны, они ценны своим количеством, но в текстологии далеко не обязательно побеждает количество. Кроме рукописей, о которых мы с вами говорили, существуют и другие источники, по которым мы можем восстановить Новый Завет. Даже если рукописей не было бы, как мы с вами уже упоминали вчера, ну во-первых, были древние переводы, повторяться здесь не будем, во-вторых, святоотеческие цитаты, отцы цитировали, процитировали практически весь Новый Завет. 95% текста Нового Завета содержится в отеческих цитатах. И кроме того, есть небиблейские документы, это я уже немножко повторяю в данном случае, о которых мы также с вами уже сказали, небиблейские документы, позволяющие нам делать вывод о языке Нового Завета. Нового Субтитры создавал DimaTorzok